Здравствуйте! Сегодня небольшая распаковка с Алиэкспресс и несколько посылок с сайта Temu. Покажу вам, что я купила. Сначала покажу вам такие слайдеры. Говорила вам, что я хочу купить слайдеры двухмиллиметровые, короткие, чтобы собирать украшения с цепочками. Вот такие слайдеры я купила. Это нержавейка, крышечка. Сюда вот цепочки вставляются и получается... Такое украшение хочу сделать многорядное. Сколько поместится цепочек тоненьких, у меня есть совсем тоненькие цепочки, полтора миллиметра. Вот хочу сделать здесь этих слайдеров, а даже это не 20 миллиметров, у меня 13 миллиметров слайдеры. Не написала, сколько их. По-моему, их тут 20 штук. 20 штук таких слайдеров. Купила пока вам украшения с бейлами. И оказалось, у меня совершенно нет бейлов с крупным отверстием. Вот этим. Чтобы делать такие украшения с бисером, вставлять сюда бисер. И вот я купила бейлы вообще хорошего цвета красной меди. Их вообще мало всегда бывает. Вот такие красивые бейлы. Их тут 20 штук. 13 на 8 и на 8. Купила бронзовые бейлы. Тоже 20 штук. 15 на 7 миллиметров. Вот 15 высота у них. Вот такие. Тоже хорошие. Вот здесь у них тоже отверстие такое приличное. Красивые. Такие узенькие бейлы. И купила бейлы в серебре. У них отверстие еще больше. И они такие широкенькие. Немножко такой стиль у них готический. Вот такие. Такие бейлы. Вот смотрите. Единственное, что вот эти бейлы, если я вышиваю кабошон, например, мне неудобно их вшивать в кабошон, потому что у них петелька поперек бейла стоит, не вдоль. Вот видите? Вот такая петелька тут. Это для украшений. Вот с бисером хорошо. Для украшений, которые делают, чтобы окончание было бейла. И сюда колечко вставлять. Но никак не для вшивания в кабошон. А вот те предыдущие, вот я не обратила ваше внимание, а те предыдущие, вот видите? У них петелька вот такая идет вдоль бейла. И получается, что ее легко вшить в кабошон и в подвеску сделать. А вот этот он поперечный бейл. Это тоже важно. Когда вы заказываете, посмотрите, для чего вам потом надо будет этих бейла использовать. Купила немножко фурнитуры с патиной. Причем вот эта немножко выделяется из всех. Зелень у нее такая потеплее. И основа бронзовая. Такие маленькие 100 штук, 6 миллиметров такие проставочные бусинки. И вот смотрите, вот эта патина, она на красной меди, она немножко бирюзового цвета. 20 штук, 8 на 6. Вот такие купила. Втулочки, да, можно сказать, такой рисунок у них там. Сейчас покажу на белом, может лучше будет видно. Вот такие втулочки. И закрывать хорошо ими окончание украшений. И хорошо ими проставлять украшения. Хорошие такие втулочки. Я сейчас заказала еще много фурнитуры с патиной. Но вот сейчас очень много фурнитуры именно на меди. Вот она бирюзовая. Видите, это вот зеленоватая. Обычно такая фурнитура на светлом золоте или на бронзе. А вот на красной меди вот такая бирюзовая. И на Алиэкспресс еще заказала стразовые цепочки. Я заказываю по одному ярду всегда. Если мне очень нравится, заказываю повторно. Мне понравились очень цвета. Вот этот цвет называется Neon Blue. Видите, какой он синий. Сейчас покажу, она белая. Может лучше будет видно, а может хуже. Такой синий цвет. Темно-синий. У него красивые такие кристаллы. Они не яркие, а именно такие. И заказала я 2-х миллиметровые мелкие для обшивки кабошонов, чтобы нежно получалось. Вот мне кажется, что 2 миллиметра хорошо смотрятся. Теперь это называется Watermelon Red. Арбуз. Красный арбуз. Но вот посмотрите, арбузный такой цвет у них. Вот такие. На золотых цапах все. Тоже красивый цвет такой необычный. И последний заказала Orange. Не помню, как он называется. Сейчас посмотрю. Neon Peach. Неоновый персик. Тоже такая оранжевая, но красивый такой цвет. Приятный. Не яркий, а именно такой хорошенький. Вот это все мои покупочки с Алиэкспресс. Сейчас заказала сегодня, как раз заказала еще. Они довольно быстро приходят. Иногда бывает, что вот приходит объединенная посылка, и один-два элемента всегда отсутствуют. Обязательно. А потом они приходят отдельно, прямо в ящик почтовый. И заказала на Temmo. Первый раз покажу вам, что я заказала, и что я собираюсь этим делать. Во-первых, такие диски. У меня есть такие диски акриловые. Они очень хороши. Проставлять в украшениях, чтобы их облегчать. Такие красные диски. Было написано, что это какие-то там 8 на 3,5, 100 штук. Было написано, что какой-то античный цвет у них. Но я не вижу в них античности. Боха было написано, что такое. На картинке они действительно выглядят такими интересными. А здесь обычные красные такие пончики. А вот эти пончики 8-миллиметровые. 100 штук. Интересного цвета. У меня есть такие шарики, всякие проставочные бусины. А сейчас вот такие вот пончики. Черные, с бирюзой, с золотом. У меня есть такие шары, круглые бусины довольно большого размера. Вот можно соединить и сделать вот это украшение. Интересные бусины. Я недавно вам показывала украшения. С такого типа бусинами полосатыми, крупными, что я купила на барахолке. А сейчас я нашла вот такие бусинки красивые. Гексагон, пексагон они называются. Размер у них 9,5 миллиметров, 25 штук. Вот, смотрите. Какие. Красивые. Акрил. Мне понравились вот эти бусинки. Тоже интересные. Они тут еще в пленке. Вот такой. Я их не разрезала, оказывается. Так, положила. Сейчас посмотрим на них. Они очень, они филигрань напоминают. Вот такие бусинки. Сейчас мы их оденем на что-нибудь. на какую-нибудь красивую бусину еще одну, чтобы посмотреть на них поближе. Вот, смотрите, какая филигранная бусинка. Но она не прозрачная. Она как бы, у нее филигрань сверху на металле. 10 штук, 13 миллиметров. Где 13 миллиметров? Наверное, вот так 13 миллиметров у них. Красивые бусинки. Их всего 10 штук. Вот такие. Смотрите, какие хорошенькие. Ссылки оставлю. Потому что Тэмо это китайский, в принципе, сайт. Там все можно найти. Еще вот такие красивые колечки. Тоже мне понравились. Написано, что это чешуя дракона. Смотрите, здесь дракончик лежит. Вот он тут. Так вот свернут. Свернут. Такой дракончик. Такие вот бусинки. 12 миллиметров. 10 штук. Вот такие. Довольно тяжелые. Проставочные бусины купила. 30 штук. 3,5 на 7. Вот такие бронзовые. Интересные тоже. Купила очень красиво. Мне понравились своей простотой. Бусины 5 на 8. 20 штук их идет. Вот такие. И к ним заказала шапочки. Были вот прям такие же шапочки. Вот половинка, да? Вот такая вот треть от этой бусинки. Были шапочки. Я их заказала. И они мне не пришли. Пришли мне вместо них вот такие двойные бусинки. Все равно что-то пришло. Но пришли вот такие. Я тут же открыла спор. В течение буквально нескольких минут не вернули деньги. Причем там есть выбор. Или верну деньги на счет в ТЭМУ, чтобы вы покупали следующие посылки. Или верну деньги на карточку. И вот мне вернули деньги на карточку. Я попросила. Смотрите, какие хорошенькие. Двойные. Но я заказывала не это. И поэтому мне вернули полностью всю сумму. Вот такие хорошие бусины, в принципе. Не попросили вернуть бусины назад. Отдали просто так. Можно сказать. Вот таких бусин 20 штук. Увидела браслет с замочком, который я давно ищу. Я когда-то у Александра Ивановны видела вот такой замок деревянный. И не могу его найти. На Али его нет. А тут вдруг я наткнулась на такой браслет с таким замком. Смотрите. Видите? Он не очень дорого стоил относительно. Тут есть хороший бисер. Красивый бисер такой. И замок. В принципе, можно носить даже его. Потому что я сейчас нашла такой же браслет еще подешевле. Оставила вам там ссылки на него. Смотрите. Можно этот замок носить вот так. Потому что эти нити не очень. На резинках тут хорошо лежат. Ну, в принципе, нормально. Но мне сам замок понравился. Очень деревянный. Вот этот. Потому что если у нас его покупать, я думаю, он бы еще дороже стоил. Даже без браслета. Вот. И вот так браслет лежит. В принципе, браслет можно восстановить. На другой какой-то вот такой замок. И оставить его. Потому что он тоже хороший. Многорядный. Он немножко мне узкий. Но там один размер браслетов. Вот такой браслет. Есть там разные цвета, кстати. Кому не нравится такого цвета бисер, можно взять другой. Это бисер, да. Он кривой весь. И тут вот есть прозрачные. Есть вот такие золотистые. Золотисто-такие темные. Вот такой. Обязательно закажу себе второй браслет. Нет, он подешевле. И там просто деревянные бусинки цветные. В принципе, всегда их можно использовать. Вот такой. И купила два браслета. Как будто бы янтарь. Но там написано янтарная смола. В перемешку, там не знаю с чем. Посмотрите. Но мне кажется, что это обычный пластик. Стоил дорого. Стоил дорого. Но может быть, что-то тут есть от янтарной смолы. Какие-то запчасти. Но в принципе, конечно. И я решила сделать возврат денег. Он также и стоит, этот браслет. И поэтому мне не вернули. Там есть такой пункт интересный. Если вы увидели сегодня, что вот этот товар стоит дешевле, то мы вам вернем деньги. Но насчет тему только. То есть они не возвращают на карточку разницу, а возвращают вам их как бонус на тему. И вот этот браслет стоил сегодня дороже, даже чем я его купила. Ну, красивые бусины в принципе. Но они пишут, что это какие-то гомеопатические, неуверенные. В этом, конечно, похоже на пластик. И вот еще один такой браслет. Янтарная смола. Я за него заплатила довольно дорого. А сегодня он стоит почти в два раза дешевле. И я подала заявку, и мне тут же вернули деньги на счет тему. Хотя камешки хорошие, но это пластик. Это пластик. Не знаю, какая тут янтарная смола. Это точно не янтарь. Но все равно красиво выглядит. Я хочу сделать такой чокер. Он и как браслет большой немножко. Можно и сделать и чокер, и браслет из вот такого одного браслета. Сделать что-то интересное. С деревянными бусинами соединить. У меня тут есть несколько деревянных таких бусин. Можно в принципе соединить. У меня есть очень много акриловых всяких бусин под. Янтарь. И да, такой интересный, грубый такой чокер. Так вот, за него мне вернули почти пол стоимости. Но насчет тему. Чтобы я оттуда потом скупала что-то. И последние бусинки. Что я купила, мне очень понравились они. И я их сразу взяла в двойном количестве. Потому что точно буду с ними что-то делать. Такое на цепи. Смотрите, какие бусины. Акриловые. С металлическим каким-то покрытием написано. Размер этих бусин 18 на 23. Вот такие бусинки. Очень мне понравились. Красивые. Такие покрыты как будто бы лаком. Хорошего качества акриловые бусины. Там есть разные. Но вот именно вот этот цвет мне понравился. Они меня прям захватили. И в общем я их взяла. И стоят они не очень дорого. Вот такие у меня посылочки были. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. До новых интересных покупок. До новых интересных идей. Не забудьте подписаться на мой канал. Нажать на колокольчик. Чтобы не пропустить следующее видео. Написать комментарий. И поставить лайк. Если вам понравился мой обзор. Субтитры сделал DimaTorzok